Привет всем! Сегодня я вам расскажу, кого признавали лучшими вратарями чемпионатов СССР и России, начиная с 1928 года и до наших дней. Первый раз лучшего вратаря определили в 1928 году. Им стал Николай Соколов, представляющий сборную Ленинграда. В 1930 году вратарь второй раз подряд признан лучшим. Через три года приза лучшего забрал Александр Бабкин из Харькова. Надо отметить, что первый чемпионат Советского Союза прошел только в 1936 году. В 1938 году лучшим стал Анатолий Акимов из московского «Динамо». Следующие два приза вновь достались Акимову, но выступал он за московской торпедой и ВВС. Видим, что Акимов вышел вперед, обогнав Соколова. Затем приз стали присуждать каждый год. Четыре раза подряд лучшим вратарем СССР стал Леонид Иванов, выступающий за «Зенит». Но на вершине Иванов продержался недолго, ведь с 1954 по 1966 годы лучшим называли «Льва Яшина». Вратарь всю карьеру выступал за московское «Динамо». Хочу отметить, что не стоит путать эту награду с наградой «Вратарь года». Это два разных приза. К примеру, по мнению второго, в 1961 году вратарем года стал Маслаченко. В 1967 году выделили трех вратарей. Анзора Кавазашвили из московского торпедо, Юрия Пшеничникова, из Пахтакора и Яшина. В следующем году Лев Иванович в 15-й раз стал лучшим, установив рекорд, который до сих пор не побит. В 1969 году первое место занял Евгений Рудаков из киевского «Динамо». Кавазашвили стал вторым, а Яшин занял только третью строчку. Следующую награду забрал Виктор Байников из московского торпедо. А затем Рудаков возвращает себе звание лучшего вратаря СССР в 1971 и 1972. Получается, после Яшина идет Леонид Иванов и третью строчку делит Акимов и Рудаков, которые признавались лучшими по три раза. В 1973 году первое место занял Владимир Пельгуй из «Динамо» Москвы. Два сезона подряд лучшим стал Александр Прохоров из московского «Спартака». В 1976 году Владимир Постоповский из ЦСКА опередил всех. Следующий приз забрал Юрий Дегтярев из «Шахтера». Затем в тройку лидеров вошел Давид Гогия из «Тбилисского» Динамо и выиграл гонку. С 1979 по 1983 года в пять раз подряд лучшим признавался вратарем Ренат Досаев. В 1984 году Михаил Бирюков из «Зенита» прервал гегемонию Досаева, а далее вратарь «Спартака» еще четыре раза был лучшим. Итого 9 первых мест. В этот период очень близок к награде был Виктор Чанов, но занимал второе или третье место. В 1989 году на вершине оказался другой голкипер красно-белых Станислав Черчесов. В 1990 году первый приз забрал Александр Уваров из «Динамо» Москвы. В 1991 году Черчесов возвращается на Алим и становится последним вратарем СССР. Станислав Саламович стал лучшим вратарем первого сезона чемпионата России образца 1992 года. С 1993 по 1997 года лучшим стал вратарь «Локомотива» Сергей Овчинников. Затем два раза лучшим признавались защитника ворот «Спартака» Александра Филимонова. Руслан Нигматуллин из «Локомотива» выиграл гонку в 2000 и 2001. А вот в 2002 и 2003 Овчинников довел свой личный рекорд до семи наград. Смотрим промежуточный результат. У Яшина – 15, У Досаева – 9, Овчинникова – 7. Интересно, кто-то сможет вмешаться в эту тройку? В 2004 году первое место занимает Вячеслав Малафеев из «Зенита». Восходит звезда Игоря Акинфеева из ЦСКА, который стал лучшим в двух следующих сезонах. Но лучшими признавали и иностранцев. Вот наглядный пример. В 2007 году чешский голкипер «Сатурна» Антонин Кинский обошел Габулова и Плетик Осу. С 2008 по 2010 Окинфеев становится пятикратным обладателем приза. Затем лучшим признаются Малафеев из «Зенита». Игорь Окинфеев доказал всем, кто в него не верил по ходу выпуска, и выиграл 8 наград к ряду. Вратарь ЦСКА в итоге 13 раз занимал первую строчку. В сезоне 2020-2021 лучшим признали Юрия Дюпина из «Рубина», а Окинфеев стал лишь третьим. Думаю, теперь вы знаете ответ на вопрос, когда Окинфеев догонит Яшина. Благодарю за просмотр. Рекомендую ролик про советских и российских арбитров. Там и услышимся.